Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчиц. Сейчас я ее зачитаю. И она ждет советов вообще по этой истории, по поводу, который она дает. Здравствуйте! Давно смотрю ваше видео. Засыпала история про женатого турка. Я не могу выбраться из своей истории уже полтора года. Мы познакомились в одной игре. Он женат, я замужем, детей ни у кого не было. Он старше меня на 9 лет. Общались как друзья. Сначала понимали друг друга с полуслова, несмотря на то, что говорили на разных языках. Из общения стало понятно, что и он, и я, мы несчастны в своих браках. Он немного работал, ездил по стране, проводил со мной в сети много времени. Оба поняли, что нравимся друг другу очень сильно. Я ушла от мужа, но не за него, а скорее из-за понимания того, что увлечься другим мужчинам, будучи замужем, это неправильно. Мы продолжали общаться, созванивались постоянно. Я начала учить турецкий. Он интересовался русским языком. Предлагал мне приехать, но я только сменила работу и не могла взять отпуск. Договорились встретиться чуть позже на майских выходных. Потом мы сильно поссорились из-за моей вспыльчивости. Сказал, что не может быть вместе, но хватило его ненадолго. Буквально на следующий день начал снова писать, спрашивать, как у меня дела. Я обижалась. Он сказал, приезжай, я оплачу тебе отпуск, потому что обещал это тебе. Я сильно боюсь самолетов. Сказал, что прилечу только, если мы с ним встретимся. Он согласился. Пока проходило время встречи, мы помирились окончательно. Я прилетела к нему на две недели и, наверное, впервые была так счастлива. Мы очень хорошо отдохнули. Потом я улетела домой. Обсуждали наши отношения. Он сомневался, а я боялась. Спустя примерно месяц он ушел от жены. Его жена дала согласие на развод, но просила время, чтобы подготовиться к этому. Обзванивала всех родственников, знакомых. Кричала, что он беспечный и прочие вещи. Его семья поддержала его решение о разводе. Он снял для нас квартиру, улаживал все дела, готовился к моему переезду, искал курсы турецкого для меня, варианты перевезти мои вещи, мою собаку и все прочее. Купил мне билет. И я в это время развелась с мужем как раз, искала жильцов для своей квартиры, собирала вещи. Оставалось примерно две недели до моего отъезда. Я подала заявление на увольнение на работе. Он поехал забрать вещи от своей жены, которые остались у нее. То, что было дальше, я помню до сих пор. Я выходила с работы, мне прошло сообщение. Забери заявление об увольнении. Я пишу, что случилось. Он говорит, что его жена уже несколько месяцев как беременна. И только сейчас ему об этом рассказала. Мы поговорили с ним. Он поговорил со своей семьей. Все решили, что она обманывает. Он записал ее на УЗИ. На следующий день они поехали туда. Он позвонил мне. И когда я вернулся домой, у него была истерика. Он оказал, что это все правда. Он не знал, что делать. Я ответила, чтобы он вернулся к ней. Он всегда мечтал о детях. И не смог бы оставить своего ребенка. Мы много плакали вдвоем. Я сказала ему прощай. Ударила все его контакты. Дальше был месяц, как в тумане. Мы не общались. Я рыдала постоянно. Перестала выходить из дома. Перестала есть, спать. Начала отвечать всяким мужчинам, которые писали мне о каких-то знакомствах в соцсетях. Только чтобы не думать о нем. Спустя месяц я выложила в инстаграме фотографию его города. Он написал мне, спросил, приехала ли я. Я не хотела с ним говорить. Я просто молчала, не отвечала. Потом сдалась, и мы начали общаться снова. Он писал, как сильно любит меня. Как он виноват, что смог допустить такое. Я хотела прилететь в Стамбул в отпуск. Он сказал, что тоже приедет туда. Оплатил мне отпуск снова. Мы встретились, все было, как и в прошлый раз. Только совесть меня мучила еще больше, потому что теперь я знала, что дома его ждет беременная жена. Я вернулась домой, и все стало очень плохо. Я постоянно плакала, злилась на него, провоцировала ссоры, пыталась перестать общаться с ним. Каждый раз я сдавалась. Он говорил, что это его обязанности. Он не может от жены уйти. Ничего конкретного мне вообще сказать не может. Но я и сама понимала, что он не оставит ребенка. Потом она родила. Он будто сошел с ума. Говорит, роди мне ребенка, приезжай сюда. Я куплю тебе квартиру. Сделаю все, что только возможно, чтобы ты была со мной. Я сказала, что не буду второй женой для него. И то, что он предлагает такое, это просто оскорбительно. Если любишь человека, как можно такие вещи предлагать? Деньгами он мне всегда помогал. Он помогает, покупает подарки, оплачивает мои покупки. Мне приятно. Но это просто деньги. Я начала встречаться с мужчинами, но при малейших намеках на симпатию я сбегаю. Ни один из них не он. Жду, может, что он сам уйдет из моей жизни. Провоцирую его постоянно, потому что сама не смогу отказаться от общения с ним. Моя жизнь будто остановилась. Я хочу замуж, семью, детей, но не могу прекратить эту связь. Все говорят мне, что я счастливая, если смогла узнать, что можно так сильно любить. А я думаю, что лучше бы я его и не встречала никогда. Я знаю, что нужно обратиться к психологу самостоятельно, я не в состоянии справиться. Но я тянусь этим, как наркоман, который осознает свои зависимости, но не может остановиться. Написала это, и снова я расплакалась. Надеюсь, моя история остановит кого-то из девушек от похожих ошибок. И да, я всегда считала, что женатый мужчина – это табу. Да и я и сама виновата, что связалась с ним и в такую историю попала. Спасибо вам за ваше видео и советы. Желаю развития вашему каналу и счастья вам. Ко мне конкретно вопроса не было, что мне делать, да. Девушка все вроде бы понимает, но, как она сказала, я наркоман, не могу с этим закончить. Главное первое на решении пути, в решении проблемы наркомана и любой зависимости, в том числе и любовная зависимость существует, это признание себя наркоманом, больным человеком, который не может совладать с собой и продолжает это делать. Я думаю, что да, у вас любовная зависимость идет, как вы сказали, наркомания, наркоманская вот эта зависимость. Это любовь через боль, которую вы знаете, что через боль не любят, и я об этом в каждом видео своем говорю, у вас та же история. Это, скажем так, невротическая история, невротических отношений вам делают больно, от вас отказываются, вы продолжаете любить и думать, что через боль это нормально. Хорошо, вы уже, вы сейчас идете на пути, слава богу, к улучшению своего качества жизни, и вы уже хотя бы понимаете, говорит, это как наркомания. Наркомания. Вы уже хотя бы признаете себя, скажем так, в кавычках, больным человеком в этом плане, да, о том, что вы от своей пагубной привычки любить этого человека, эту боль не можете. Выход здесь только один, к сожалению. Да, вам нужен психолог, если вы чувствуете, что сами не можете справиться, но... Если так в общих чертах, мне вас очень жаль, честно скажу, потому что это... Вы изменили свою жизнь, вы, кстати, очень многое понимаете, у вас есть самоанализ, очень умные вещи там писали, не совсем вы, скажем так, с головой не дружите, на мужчине там помешали, знаете, когда помешали, люди вообще не испытывают никакой критики, социальной адаптации в жизни, и все, что им говорят, они мимо ушей, я люблю, и все, это реально уже с психикой когда-то проблема, у вас все в порядке, вы все понимаете. Но я вам так скажу, что, чтобы немножко, может быть, сегодня у вас что-то в голове поменялось после этого, видим, уж девочки вам в комментариях что-то очень дельное напишут, я вам так от себя скажу. Поймите, что вы любите человека, который бы, что вам не говорил, дарил вам подарки, говорил сейчас, приезжай ко мне, я тебе всю жизнь устрою, будешь второго типа женой. Вы абсолютно правильно понимаете, второй незаконный женой, он вас пытается себе удобно все устроить, его чувство вины мучает, он, да, вас любит, но его личные комплексы и проблемы, чувство вины, что я типа обязан жену содержать, что она там забеременела от меня и вот эта вся история, очень странно, что его семья в этом поддерживает, вот честно скажу, что-то он не договаривает здесь. Какие-то есть здесь особенности, которых ни вы, ни я не знаю, потому что я знаю прекрасно в Турции, в Стамбуле, семьи светские, нормальные, разводятся и беременные, и с детьми. Здесь никого на Аркане в ЗАГС не тянут, нормальных, я имею в виду, семья, да, там, без каких-то аспектов. Нормально воспитанные люди, все тоже так же, как и у нас с вами там в России, в странах СНГ где-то. Здесь какой-то есть момент, который мы с вами не знаем. Скорее всего, семья его, может быть, да, родители держат, они ему капают на мост, что ради ребенка вся вот эта ла-ла-ла история идет. Рано или поздно этот мужчина, скорее всего, с ней разведется, потому что, когда подрастет ребенок, он поймет, что ничего их не сдерживает, все равно они будут вместе. Вы должны понимать, что вы любите человека, тратите свое время, свою жизнь на него, хоть он к вам типа хорошо относится, там, подарки, вот, внимание, да, жесты, которые он типа дает вам, да, любовь свою показывает проявление. Но не забывайте о том, что он же вам больно и делает, он остается жить, спать в этой семье, ждет ребенка, он выбрал для себя лучший вариант. Он пытается подстроить, сломать вашу жизнь под свою, как ему удобно. Он вас приглашает без официальных каких-то обязательств, непонятно на что и куда, в Стамбул, как вы искали второй женой. Да, это некрасиво. Он пытается устроить, чтобы ему была любимая женщина и женщина, которой он обязан, потому что он хочет очень детей. Но он не думает о том, что также ему ребенка может подарить, родить и вы, любимая женщина. Соответственно, зачем вам нужен мужчина, который в первую очередь, в какой-то степени вы, конечно, кузнец своего счастья, вы все делаете своими руками в жизни, но благодаря его манипуляциям, потому что он пришел в вашу жизнь, он в вашу жизнь отчасти его воздействие разрушила. Вы хоть и сами принимали решение, вы молодец, вы вообще очень много анализируете, но все равно он повлиял на вашу жизнь. Но также он очень хочет устроиться удобно, снимать с себя чувство вины тем, что я остаюсь с женой, с ребенком, и при этом у себя под боком иметь ту женщину, которую я все-таки буду любить, на мою настоящую любовь, истину, вас. Это говорит о том, что он очень хочет удобно устроиться. И для того, чтобы вы согласились, чтобы его потребности закрыть, он вам дарит подарки, оплачивает счета. И он вас держит, потому что у него рядом чувство вины. За то, что он понимает, что он как слон в посудной лавке зашел в вашу жизнь, натворил там дел, повлиял все равно на вашу жизнь, а теперь вам многое дать не может, то, что обещал. Так вот, я вам так скажу, что любой человек, который любит, он берет на себя ответственность и принимает решение. Ваш мужчина на себя ответственность не берет за первую жену. Это чувство вины, но не ответственности за нее. Если бы он с ней развелся и продолжал материально содержать, быть там воскресным папой, помогать с ребенком, это брать ответственность. Но при этом, например, создавать семью уже с вами. Да, бывает у людей такое, что теперь? И вы бы это понимали, его там супруга, скажем так, допустим. Но он что выбрал? Чувство вины свое. Ему не хочется иметь это чувство вины, которое на него насаждает его жена, которая звонила, стерила всем родственникам, какой он плохой рассказывал, да? И его родственники, скорее всего, его семья, и все давят. На него никто не поддерживает, как он вам это рассказывает. Скорее всего, нет. Его не поддерживают. Ни одна жена, одна жена не может так влиять. Скорее всего, у нее есть помощь из родственников других. Вот он выбрал свое чувство вины. Но просто хочет удобно пристроить свой зад. И к вам у него чувство вины за то, что ваша жизнь повлияла на вашу жизнь, на ее разрушение. Вот сейчас задайте себе вопрос. Человек, который любит, он эгоист вот настолько, да? Вот залез в вашу жизнь и сейчас пытается усидеть на двух стульях. Нет. Вы вот такого себе человека хотите? Закройте глаза на подарки, на его слова, на его предложения. Смотрите на факты. Как можно любить одну женщину, а жить в квартире, целовать ребенка и спать все равно? Это по-любому есть. С другой. Это не любовь. Потому что, поэтому задумайтесь сейчас, настолько ли он вас любит. На мой взгляд, он просто хочет удобно пристроить свой зад. У него есть чувство. Но вместо вас он выбирает не ребенка. Ребенок здесь это только разменная монета, он ей прикрывается. Он выбирает свои чувства вины к родителям и к бывшей жене. Ну, она теперь не бывшая, непонятно что, какая ситуация. Но все-таки в настоящей все-таки жене, скажем так. Он уже как бы начал этот бракоразводный процесс. Все, ну, обратно это все свернул. Так что она теперь обратно жена его. Так что вывод-то какой, напрашивается. Не так он вас и любит. Когда любят, делают поступки другие. А теперь подумайте, любите ли вы этого человека, который эгоист, выбрал не вас, и делает так, как было бы ему удобно и хорошо, не думая о вашей жизни. Вот в его ситуации бы правильно поступить, как мужчине, как человеку, который берет ответственность на себя. Прекратить отношения с вами, раз ты выбрал семью, ребенка, оставайся. Как они там будут жить? Плохо, хорошо, скорее всего, плохо, если там нет любви. Все прочее. Прекратить с вами общаться, чтобы у вас была возможность построить новые отношения. Не дергать вас эмоционально. Не надо этого делать. Вот так бы поступил мужчина, который любит. Он бы переступил через себя, через свою гордость, через свое эго, через этот тип, а любовь, но не причиняя вам боль. Когда ты любишь, боль причинять не хочется. А он вам причиняет боль. И это не любовь, это невроз называется. И это вам сегодня зерно такое подумать о том, что в вашей жизни происходит на будущее вам. Если есть вопросы, пишите мне, почта остается под видео. Пишите мне на почту. Мы с вами пообщаемся на эту тему. Вообще, девочки, пишите комментарии, что вы думаете по этой истории. Дайте советы какие-то, как девочки поступить правильно. Спасибо за внимание. Всем пока.